Зачем вообще стоит идти в YouTube? Вам все равно деньги оттуда в ближайшее время и не светили. Но на самом деле это отмазка лично для вас, просто потому что вам лень это делать. Тут никаким образом блокировка абсолютно не влияет. YouTube гораздо умнее, чем мы можем подумать. И это может стоить сотни, десятки, а может быть даже миллионы рублей. Это очень большое непаханное поле, и наоборот сейчас нужно газовать. Одни беднеют, но другие богатеют. Вы реально можете встретить довольно быстро рекламодателей. Продажи очень сильно выросли. Что делать, если YouTube закроют через несколько дней, месяцев или может быть даже секунд? Или уже закрыли? Стоит ли туда заходить новым авторам? И что делать тем, у кого уже есть каналы? Сергей Павлович уже немножко затронул эту тему, но он рассказал про то, как заходить на YouTube через VPN, если такой возможности по стандарту не будет. Что такое VPN? Ну просто это Virtual Private Network, да, то есть виртуальная частная сеть. Кстати, по-моему, даже если мне память не изменяет, был разработан протокол в России еще очень давно. Сегодня я обсужу эту тему немножко с другого ракурса. Тем более, если вы досмотрите ролик до конца, то вы узнаете, как посмотреть секретное интервью с TikTok-продюсером, у которого два с лишним миллиона подписчиков лично в своем аккаунте. Он привлек больше ста лимонов просмотров в аккаунты клиентов. Мы обсудили, что делать с TikTok, стоит ли туда заходить сейчас или нет. Но об этом в конце. А сейчас давайте поговорим по поводу YouTube. Стоит ли туда заходить или нет. Погнали! Давайте начнем с пункта номер один для тех, кто в танке. Зачем вообще стоит идти в YouTube? Люди идут для того, чтобы там зарабатывать, либо повышать свою какую-то узнаваемость, либо находить клиентов. В целом это все между собой взаимосвязано. Первый пункт, зачем нужно идти в YouTube, это, конечно же, прямая монетизация. На данный момент она на территории России запрещена. То есть просто не показываются рекламы ютубовские, гугловские на каналах авторов. Чтобы вы понимали, Сергей Павлович на канале Люди Про получал порядка полумиллиона рублей чистыми дохода в месяц только за счет монетизации. На данный момент эта функция, повторюсь, выключена. Но на самом деле, если посмотреть, то те, кто только запускает каналы до нормальных цифр монетизации, им нужно несколько месяцев, а может быть некоторым даже несколько лет. Поэтому на этот счет пока не переживайте. Вам все равно деньги оттуда в ближайшее время и не светили. Дальше следующий пункт, за которым люди идут в YouTube, это, конечно же, клиенты. Но очень хорошая новость в том, что монетизация никак не связана с клиентами. Клиенты это непосредственно ваши подписчики, ваши просмотры, которые конвертируются в людей, которые покупают ваши товары либо услуги. Тут никаким образом блокировка абсолютно не влияет. Да, их может стать чуть меньше, например, если у вас до этого было условно 100 клиентов в месяц с YouTube, то даже при блокировке, если мы сравниваем с тем, что произошло в Instagram, в запрещенной соцсети, трафик упал процентов на 20-30. В YouTube я предполагаю, что произойдет нечто то же самое, если заблокируют опять же. Следовательно, к вам будет приходить не 100 клиентов, например, а 70 клиентов, что для большого количества людей и так очень до хрена. Например, если вы занимаетесь дизайном интерьера, либо ремонтом, то вам зачастую достаточно всего пару клиентов, чтобы уже хорошо себя чувствовать. Поэтому, что касается поиска клиентов, YouTube по-прежнему хорошая площадка, даже если ее заблокируют. Следующий пункт это повышение, конечно же, узнаваемости. Но тут в целом все понятно. Есть просмотры, есть подписчики и будет узнаваемость. Поэтому на этом, я думаю, останавливаться особо не стоит. Но на чем точно стоит остановиться, это на органике, которая очень хорошо работает в YouTube при игре в долгую. Что такое органика? Я думаю, что многие из вас знают, но давайте напомню. Есть органика такая. Ну, давайте вот опять же. Люди про. То есть часть людей зашли, ввели, и здесь идет какая-то поисковая выдача. Это первый вид органического трафика на YouTube из поиска. Второй вид органического трафика на YouTube, это не из поиска, а из рекомендаций. Вы можете здесь, если так промотать, обратить внимание, что здесь есть какие-то различные видосы. Причем здесь есть как видосы Сергея Павловича, так и есть другие. Например, Люди Дела, например, Forbes и так далее. Этот блок рекомендаций непосредственно для меня. Я специально пообщался с Сергеем Павловичем, потому что он более профессиональный человек с точки зрения вот таких механик, алгоритмов и так далее. Я все-таки больше про творчество, про контент и про все вот это. Он более такой технарь. И он мне сказал, что даже при условии VPN, даже если ваш IPшник будет не русский, а как будто бы вы сидите где-нибудь там в какой-нибудь другой любой стране, YouTube гораздо умнее, чем мы можем подумать. То есть он делает вот эту самую органику из рекомендованных, либо из поиска, не только опираясь на то, где вы территориально находитесь, но и, наверное, даже нисколько. Он смотрит в первую очередь на то, какой контент вы до этого искали, какой контент вы вообще любите смотреть, на кого вы подписаны и так далее. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что даже если органика упадет, опять же, на какое-то количество процентов, даже если в несколько раз, то все равно это большой объем трафика, который можно также будет легко получать благодаря YouTube. Единственная причина вообще, которой нужно очень сильно бояться, это если у нас запретят пользоваться VPN-ом и ведут штрафы, как вроде как в Дубае. Это действительно очень такой весомый аргумент, но в целом, мне кажется, до такого дела не дойдет. А даже если дойдет, то со временем это все разблокируется. Поэтому самое главное, ради чего люди идут в YouTube, это, конечно же, органика, которая, ну, может быть и пострадает, но не то, чтобы глобально. Поэтому на этот счет тоже не переживайте. И давайте перейдем к следующему пункту, в котором я расскажу свое мнение вообще, что будет происходить с YouTube, с рекламодателями, с заработком, благодаря YouTube и так далее, если даже все-таки его блокнут. Потому что в этом пункте мы еще раз упомянули, то зачем стоит идти в YouTube. В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбираете любой магазин. Букинг, Алиэкспресс, Авиасейлс, Адидас, мебельный магазин Хофф и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы. Начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами. Причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео. И вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл. На сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут. Поскольку не так давно запрещенная соцсеть Instagram у нас была все-таки в России заблокированная, давайте посмотрим на нее, и скорее всего нечто будет происходить подобное в YouTube. Как я уже говорил, в Instagram на 20-30% может быть, даже если на 40% упали охваты, но в целом большинство людей, они по-прежнему сидят и смотрят за блогерами, а это означает, что даже если в YouTube произойдет блокировка, наверное, будет нечто то же самое. Может быть, даже статистика тех, кто не будет заходить в YouTube, будет ниже, чем в Instagram, просто потому что YouTube это более такая классная площадка, на ней более лояльные зрители, потому что, ну, просто более длинные видосы, они больше вовлекают в процесс, и мне кажется, что без Instagram люди еще как-то могут жить, но без YouTube, ну, гораздо-гораздо сложнее, потому что где ты посмотришь какие-то обучающие видосы, либо где ты последишь за каким-то новым блогером, чтобы развлечься, поднять все настроения, даже ребенку включить мультик. Ну, в Instagram вряд ли люди заходили и включали какого-нибудь блогера и показывали мультик. Но в YouTube, конечно же, многие это делают. Поэтому я думаю, что привязанность к YouTube непосредственно у людей, по крайней мере, из стран СНГ, может быть, у всех, сильно выше, чем к Instagram. Следовательно, статистика упадет, но, мне кажется, даже меньше, чем в Instagram. Что касается пункта про монетизацию, я уже также частично говорил, что, да, реклама выключена, но, во-первых, со временем это все точно наладится, а, во-вторых, ну, начинающим авторам контента им в целом пофигу, потому что, чтобы зарабатывать хорошо с монетизацией, надо плыть и плыть еще какое-то время, это точно месяц, а может быть, в некотором даже годы, и, следовательно, вы можете вообще особо не париться, если вы только начинаете, потому что, даже если бы не было бы никаких слухов про блокировку, то хороший заработок с монетизацией, ну, он явно не в ближайшую неделю, не в ближайшие несколько месяцев вас бы ждал. По поводу рекламодателей. Многие, я думаю, что те, у кого есть каналы, могли заметить, что изначально было какое-то затишье, то есть, многие рекламодатели так настороженно очень ко всему начали относиться, пытались сокращать бюджеты, может быть, и так далее, но потом, когда люди примерно поняли, что происходит, ушли часть рекламодателей, но пришли совершенно новые из других площадок, опять же, например, из запрещенной соцсети Instagram. Люди поняли, что до этого работал там таргет, а сейчас таргета просто дупо нету, рекламные бюджеты у них остались те же самые, у некоторых, возможно, они даже увеличились, потому что они решили как можно быстрее заработать, как можно большее количество денег. У меня есть несколько примеров ребят, которые ввели странички про продажу наушников и так далее, они данные какое-то время замерли, но потом поняли, что, блин, надо быстрее тратить деньги, быстрее искать трафик и быстрее заработать, потому что непонятно, что вообще потом будет. Следовательная часть рекламодателей просто тупо с бюджетами переходит на другие площадки, в том числе и на YouTube, и это означает, что, мне кажется, более мелкие каналы начнут получать рекламодателей раньше даже, чем это было до этого, просто потому что у многих нету миллионных бюджетов, следовательно, они не могут пойти к топовым блогерам, и они будут выбирать каналы сильно меньше, а это означает, что уже когда у вас будет даже 3, 5, 10 тысяч подписчиков по какой-то узкой тематике, например, вы реально можете встретить довольно быстро рекламодателей, и много есть тому примеров. Особенно в текущей реальности, мне кажется, опять же повторюсь, когда все тестируют разные площадки, есть вероятность того, что рекламодателей, особенно у мелких каналов, будет сильно больше. Также, что касается компаний, есть, конечно, компании, которые очень сильно привязаны к курсу доллара, например, но есть большое количество других компаний, у которых нету такой привязки, и им в целом особо пофигу, либо, может быть, там не особо значимый для них курс доллара, следовательно, количество денег у них, как минимум, не изменилось, а может быть, даже увеличилось. Мы можем вспомнить, что происходило во время корона всей вот этой ситуации, когда те, кто занимался офлайн-бизнесом, у них были очень большие проблемы, но те, кто работал в онлайне, на самом деле все начали сидеть дома, начали покупать активно курсы, обучение, и те, кто занимается инфобизом, например, у них сильно повысились продажи. Либо те, кто до этого и так занимался какими-то масками, либо антисептиками, у них на какой-то период времени продажи очень сильно выросли. Поэтому нужно понимать, что, несмотря на то, что ситуация в рынке происходит, вот даже такая, которая есть, а может быть, даже еще хуже, всегда в таких ситуациях одни беднеют, но другие богатеют. Следовательно, те, у кого денег станет еще больше, у них будет больше бюджета, они будут искать больше трафика и идти искать новые каналы, у которых можно разместиться. Поэтому тут ситуация, как мне кажется, она может как минимум остаться той же самой, а может быть, даже еще и улучшится. Потому что реклама на конкретных каналах авторов, она никак не связана с непосредственно тем, что Google, например, отключил монетизацию, потому что вы владелец своего аккаунта, и тут происходит договоренность между вами, как автором канала, и рекламодателем. YouTube и Google здесь никаким образом не участвуют, так же, как не участвует наше государство, конечно, кроме того, что вам придется заплатить какое-то количество налогов. Ребят, для тех, кто не до конца понимает, что значит рекламодатели, да, и как люди зарабатывают за счет рекламодателей на своих каналах, опять же, разберем на канале Люди Про. Вот здесь у него есть пример такой рекламной вставки. Думаю, вы все слышали про бота Глаз Бога в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск. То есть, это коротенькая вставочка, в которой в данном случае Сергей Павлович говорит про Глаз Бога. Я думаю, что это партнерский его проект. Ему не платили за это. Но я подробности не знаю. Но вот это пример того, как приходят рекламодатели, и размещаются в различных каналах. И это может стоить сотни, десятки, а может быть даже миллионы рублей. Здесь показывается какая-то рекламная вставка, и вот подобный формат, если мы говорим про рекламодателей, это вот один из них. Могут быть какие-то заказные интервью, например, ну, предположим, да, вот здесь у Сергея выпуск с какими-то людьми, которые рассказывают там вот адвокаты, еще что-то, что-то они обсуждают. Может оказаться так, что, например, вот Игорь Литвак, он адвокат, у него есть деньги, он решил прорекламироваться на канале Люди Про. Он мог прийти к Сергею, заплатить деньги и стать главным героем, либо вот героем на интервью. Есть много различных вариантов размещения рекламы. Я не буду сейчас на этом останавливаться, но вот просто напомню для тех, кто не знает, что такое заработок непосредственно от рекламодателей. По поводу органики я уже тоже частично сказал, что она, даже если изменится, то не сильно значительно. Это означает, что для многих, ну, даже при уменьшении на 30, 40, 50% трафика из органики, ну, особая ситуация не поменяется, просто потому, что если вы какой-нибудь частный стоматолог, либо вы дизайнер интерьера, либо у вас ремонт квартиры, либо еще что-то, либо у вас очень большой чек, то для вас даже несколько клиентов в месяц могут принести значительную прибыль. Например, вы продаете яхты, и исходя из этого, да, у вас, может быть, из поиска было там 10 тысяч просмотров новых, каждый месяц сейчас их будет 3 тысячи, но, блин, все равно, даже если пару яхт у вас купят, вы много заработаете. Поэтому, что касается органики, она никуда не денется, она скорректируется, но то, что вам точно нужно сделать, это придумать какие-то продукты, если у вас их еще нету, курсы, может быть, инфоуслуги какие-то, может быть, продажи каких-то товаров, либо еще чего-то, которые вы можете на свою же аудиторию рекламировать, и зарабатывать на этом. К слову, Сергей Павлович в основном зарабатывает именно на том, что агрегирует трафик и переливает его на свои различные проекты. Будь то книга, которую так хорошо покупают, будь то кэшбэк-сервис, будь то еще какие-то другие движухи, и это основная фишка, ради чего вообще стоит запускать YouTube канал, потому что тут самый горячий трафик. И даже если у вас будет немного подписчиков, подписчики, которые пришли с YouTube, они будут гораздо более лояльны, они будут гораздо дольше и на большую сумму у вас покупать. И, условно говоря, 20-30 подписчиков в Instagram или 20-30 подписчиков в YouTube это совершенно разные подписчики с точки зрения теплоты и желания покупать у вас. Поэтому тут не парьтесь, идите в YouTube. Мне кажется, что даже если ситуация как-то ухудшится, все равно это очень большое непаханное поле и наоборот сейчас нужно газовать и именно в такой неподходящий, казалось бы, момент запускать свои каналы. Несмотря на то, что я думаю, что вам подсветил некоторые позитивные стороны даже при условии блокировки YouTube, есть, конечно же, особенности, которые нужно учитывать, исходя из сложившихся обстоятельств. Например, самая главная особенность в том, что вам нужно диверсифицировать свои риски. Это означает, что если до этого вы могли спокойно сидеть в одной какой-то соцсети, то в текущей ситуации, я думаю, что стоит сделать вывод и контент делать так, чтобы вы могли переливать по всем площадкам, чтобы даже если снесут одну, у вас останется трафик где-то в другой. Поэтому обязательно делайте контент, даже если мы говорим про видео, особенно даже если мы говорим про видео, то такой, который вы будете использовать во всех площадках. Например, YouTube видео это довольно хороший донор контента для других соцсетей. Вы можете свои видосы, например, заливать на Яндекс.Дзен, вы можете в ВК заливать, в запрещенную соцсеть, в ТикТок и так далее. Вы можете использовать свои видео для того, чтобы какие-то копирайтеры транскрибировали их и переводили в посты либо в лонгриды. Поэтому если вы все равно начнете пилить видео контент, то в этом есть гораздо больше плюсов, нежели чем минусов. Но, конечно же, нужно сфокусироваться на том, чтобы он был оптимизирован не только под какую-то одну площадку, а в целом его можно было использовать везде. Второй важный момент состоит в том, что чаще всего не так страшен черт, как его молюют, как говорится. То есть мы думали про Инстаграм, запрещенную соцсеть, что все будет вообще ужасно, как мы будем без этого жить и так далее. Но в реальности я думаю, что как минимум половина, а может быть даже большинство из вас продолжает там сидеть. Также здесь, даже если YouTube блокнут, то это не должно вас останавливать. То есть понятно, что те, кому до этого было и так лень снимать видосы, сейчас у них есть официальная возможность сказать, что вот я не снимаю видосы, потому что YouTube могут заблокировать. Но на самом деле это отмазка лично для вас, просто потому что вам лень это делать. Поэтому я считаю, что сейчас нужно это использовать не как красный сигнал светофора, а наоборот как зеленый и топить, топить, топить. Ну и последний важный пункт, который также на самом деле подсветила текущая ситуация. Если вы будете делать контент на весь мир, то есть без привязки к русскоязычному сообществу, а делать, например, субтитры, либо полностью делать контент на английском языке, если вы хорошо его знаете, либо переводить и допустим загружать на какой-то второй канал, то тогда у вас вообще не будет никаких опасений, потому что YouTube в первую очередь это международная площадка, мировая. И на самом деле текущая опять же реальность может вам показать, что наверное стоит делать контент на мировой рынок, потому что даже если будет происходить опять же ужесточение с точки зрения монетизации, либо еще чего-то в России, то где-нибудь в Америке ситуация не будет так происходить. Поэтому вы обязательно старайтесь делать контент на международный рынок, и тогда вы вообще не будете париться. Потому что русских людей существует большое количество в различных других странах. Если вы знаете английский, то у вас, опять же повторюсь, вообще весь мир. К слову, монетизация, если вас будут смотреть англоязычные люди, больше в 4, в 5, даже в 7 раз бывает, нежели чем русскоязычные. Поэтому, учитывая эту особенность, вы можете по факту даже только с монетизацией, даже при блокировке, зарабатывать потенциально в 5 раз больше, нежели чем на русскоязычное сообщество. Поэтому обязательно делайте контент на весь мир, и тогда вообще можете не париться про блокировки. Ну что, ребят, давайте подведем небольшой итог, и я расскажу про то, где же можно посмотреть секретное интервью с TikTok-продюсером, у которого два лимона в своем аккаунте, и вообще стоит ли заходить в TikTok, или может быть стоит только YouTube качать. Мы сегодня обсудили вообще, зачем люди идут в YouTube, еще раз я напомнил. Мы обсудили, какие в текущей ситуации происходят изменения, что, на мой взгляд, будет происходить дальше, и как можно из всей ситуации вынести плюсы, в первую очередь, для себя, для своей компании, для своего YouTube-канала и так далее. Мы много что обсудили, поэтому, если вам было интересно, и вы узнали что-то новенькое, и, может быть, посмотрели на текущую реальность немножко с другого угла, и вам было полезно, то ставьте лайк, подписывайтесь на Люди Про, а теперь по поводу видеоинтервью с TikTok-продюсером. По ссылке в закрепленном комментарии в описании вы можете перейти, посмотреть видео. Мы очень подробно обсудили, что ждет в будущем в TikTok, стоит ли сейчас туда заходить, либо нет, можно ли там выкладывать видосы, либо нет, с чего начать, каким нишам точно нужно заходить, каким нет. В общем, все-все-все, что только можно про TikTok, и самое главное, не просто от человека, который теоретик, а тот, который запускает другим TikTok'е, и у самого больше двух лимонов в своем аккаунте. Ссылку найдете в описании и в закрепленном комментарии. Переходите, смотрите на моем канале, ну и обязательно подписывайтесь. Спасибо за просмотр. С вами был Никит Курков, канал Люди Про, и увидимся в моем видосе. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Это Люди Про Это Люди Про Это Люди Про Это Люди Про Люди, блядь, ты Люди, бро.